Какие мечты? Что хотите выиграть? Все выиграть? Тоже хороший ответ. Сегодня у юных сыктывкарских футболистов необычная тренировка. А все потому, что на подствие они получают от самого министра спорта России. Ребята наперебой задают свои вопросы Олегу Матыцыну и обещают, что точно станут настоящими чемпионами. Тем более, что им есть на кого равняться. На Кубке Лиги по мини-футболу в этом году команда новой генерации заняла четвертое место. А мини-футбольный клуб «Ухта» и вовсе завоевал первый в своей истории официальный трофей на уровне Суперлиги. Спорт большой. Мини-футбол, его очень легко культивировать. Просто это социальный вид спорта на северных территориях. Потому что, если брать любое сельское поселение, там хранится еще есть школа. В школе есть даже заводчик. И все. И мы можем его культивировать. Игроки новой генерации дарят министру спорта шарф болельщика и именную футболку игрока. Не обходится без подарков и на льду. Олегу Матыцыну проводят экскурсию по музею хоккейного клуба «Строитель Сыктывкар». Сегодня в команде тренируются 22 спортсмена. Почти все – воспитанники местной спортивной школы. Готовим резерв на данный момент. У нас сейчас занимается около 400 человек детей, 10 тренеров. Участвуем во всех российских соревнованиях, термистах. И основные соревнования – это детский плетеный мяч. Хоккеисты тренируются на республиканском стадионе, который претерпел масштабную реконструкцию. Современное ледовое покрытие, трибуны на 8200 мест, стандартное футбольное поле с искусственным покрытием, четыре круговые беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и волейбольная площадка. Также на стадионе располагается несколько спортивных залов, манеж, имеется запасное поле, вольная борьба, картинг, легкая атлетика и бокс. Сегодня здесь проводятся тренировки по 29 видам спорта. В 2024 год в Коми начался с открытия сразу двух больших объектов спорта – физкультурно-оздоровительного комплекса в Обьячево и центра единоборств в Ухте. К началу апреля планируется открытие ФОКа и в Троицкопечорске. Следующие объекты – новые лыжные базы в Сыктывкаре и Ижме. Это лыжная база в Ижме, потому что, понятно, лыжная столица Ижма в части того, что она дала нам четырехкратную олимпийскую чемпионку, Рейс Петровну Сметанину, героя труда Республики Коми. Поэтому, конечно, мы в этом году сразу два объекта, лыжную базу здесь в Сыктывкаре большую сдаем. И, конечно, мы ее совместными усилиями сдадим, мы ее не остановим. Ну и вот в Ижме начали долгожданную лыжную базу с тем, чтобы еще раз подтвердить, что традиции лыжного спорта в Республике живы и они продолжаются. Министр спорта отмечает, в Коми работает профессиональная команда. Тренеры, сплоченное звено ветеранов, много молодых специалистов. А значит, у региона есть спортивное будущее. Строятся объекты, вводятся новые объекты. Сегодня я имел возможность пообщаться с детьми, с родителями, со спортсменами, профессиональными. Конечно, динамика положительная, она видна невооруженным глазом. Мы с регионом работаем в полном взаимодействии, понимании задач, исходя из необходимости достигнуть комфорта, социального комфорта, самое главное, для людей, чтобы они могли заниматься тем видом спорта, который им нравится. Визит Олега Матыцина в Коми завершился яркой баскетбольной игрой. Николу Залез принимала у себя на паркете команду «Нефтяник Титан» из Омской области и победила со счетом 94-63. Ксения Лосева, Артем Соколов, телеканал Юрка.